До конца года остается 21 день. Именно этим сроком сегодня озаботились городские чиновники на состоявшемся очередном планерном заседании. Как ни удивительно, но речь шла не о приготовлениях к Новому году. Вопрос был сложнее. Волгодонску за оставшиеся три недели необходимо освоить более полумиллиарда бюджетных средств. Как чиновники собираются выкручиваться из сложившейся ситуации, кто более других проявил себя неродимым хозяином? Об этом материал Артема Бегоцкого. Волгодонск бьет все рекорды. Город не может освоить выделенные лимиты на финансирование объектов в социальной и коммунальной сфер. Об этом сегодня говорили на планерном заседании в администрации Волгодонска. Начальник финансового управления Надежда Белякова, органа, курирующего отраты основных распорядителей, озвучила поистине шокирующие цифры. Осталось освоить 317,7 миллионов рублей расходов местного бюджета и 340 миллионов средств областного бюджета. Представьте цифры, это где-то трехмесячное финансирование на эти оставшиеся дни декабря. Итого свыше 650 миллионов рублей по всем статьям. А ведь в следующем году городская казна из-за перераспределения налогов в пользу области потеряет столько же. И если ситуацию не изменить, даст ли губерния средства в следующем году? Вопрос открытый. Причем отставание по освоению денег практически по всем направлениям, от образования до ЖКХ. Так в этом году уже точно не будут завершены капитальные ремонты в 8-й школе и бассейне «Нептун». Учителям остается только судиться с подрядчиками. Суд 13 декабря очередной по 8-й школе и 20-й числа по 3-й спортивной школе. Кстати о подрядчиков. Контракты на капремонт и город опять заключается одними и теми же фирмами, которые уже успели поработать на благо Волгодонска в недавнем прошлом. Краснодарская фирма сорвала контракт именно по ПСД. И мы его четко приняли, что он сорвало, разорвали с ними контракт. И развернуем заново и сразу саново нас выиграли. Вот это недоработка, которая с нашей стороны. Вот вам пирог, да? Я пирог или сирог? Пирог, пирог. Вот он пирог, он же один из сушкулонов день. Да. Ну завершал, да. В библиотеку он для работы. И мы его спокойненько все вместе пропустили. Вот он, он еще один раз выиграл. Но все-таки есть и положительные моменты. До конца года обещают открыть пятую гимназию и детский сад «Гусельки». Главные рекорды по неосвоению средств в этом году установил Департамент строительства и городского хозяйства. Одна лишь статья «Капитальный ремонт дорог» с освоением всего 5% говорит сама за себя. Директор учреждения Михаил Тен даже отказался ставить своим подчиненным оценку за эту работу. Вот эту оценку сами себе готовы поставить? Нулевая. Даже двойки не надо ставить. А что будем делать? На сегодняшний день делаем все возможное, чтобы у нас появились вот эти все 15 дорог. То есть в этом году капремонт дорог, видимо, провален. По другим объектам, которые курирует Департамент, ситуация лучше, но ненамного. По программе модернизации и замене лифтов освоили только 25% средств. Правда, главный коммунальщик города Александр Милосердов заявил, что до конца года ситуацию исправят. А вот станцию микрофильтрации Волгодонск в этом году точно не увидит. Там освоили только 70% от выделенной суммы. В здравоохранении дела не намного лучше. Роддом обещают сдать в этом году, а вот детская городская больница, что называется, зависла. Председательствующий на этом заседании Владимир Графов, кстати, профильный заммэра по кадрам, пообещал принять соответствующее решение. А затем попросил СМИ удалиться из зала. Быть может, уже в ближайшее время в рядах чиновников произойдут перестановки. Артем Бегуцкий, Иван Иванков. Новости ВТВ.